Больше недели не ездил никуда Вот в таком состоянии находится автомобиль Ох, аж это Сибирь, это Сибирь, снежочек Попробуем, собственно, запустить его Нормально, изи Ребята, всем привет Наконец настало время мне рассказать о своем замечательном автомобиле Мини таком автомобильчике Кто-то также говорит, ой, да это не машина Это K-Car Nissan Days Rooks Причем в комплектации Highway Start, Puri Drive То есть здесь полный фарш, вообще полный финиш А я напоминаю всем, что вы на канале Roman Go Здесь приветствуются, значит, подписки, лайки, комментарии В общем, все в этом духе Погнали Я владею уже третьим K-Car'ом Первый был это Mazda за 39 тысяч Mazda Carol 91-го, кажется, года на карбюраторе Что было главным ее минусом Но ее мы сегодня не будем рассматривать А главная машина для сравнения сегодня будет Это Honda N-Wagon Тоже в жирной комплектации Custom G Вот с ней я бы и буду сравнивать То есть это такой высокий автомобиль С дверями, слайдерами задними А Honda N-Wagon это, ну, классический такой хэтчбэк Но начну я, пожалуй, с неприятного Значит, сегодня не поделил я дорогу На N-Wagon, кстати, я не делил дорогу с бетонным блоком А сегодня с ледяным блоком, так сказать Не поделил дорогу Но вот на бампере я косяк Вот помыл Что-то не могу найти Где? Ну, в общем, бампер у меня отлетел И на N-Wagon, если на моем черном бриллианте Я его прямо там на месте вставил И даже больше ничего не делал То тут так не получилось сделать Короче... Короче, хрень вообще расстроился Но ничего страшного Бывает и пострашнее ситуации в жизни Одна из главных фишек Это гордость этого автомобиля Это задние двери, слайдеры Просто офигеть То есть эта опция очень полезна Тем, кто там с детьми катает Ну и вообще, в принципе, в ограниченных пространствах Где-то даже, даже тупо удобно Даже если не брать в расчет там детей Просто кнопку нажал Хоть с водительской стороны Хоть здесь, хоть здесь И все, отлично себя чувствуешь В комплектации вот такие коврики идут Да, кстати, как вы знаете Я король перегонов Я там не супер автообзорщик Поэтому я как-то спонтанно Все это буду рассказывать Но расскажу в итоге про всю машину Такие вот лакшери, знаете Такой элемент присутствует сзади Шторочки Приятная вещь, я скажу Ну, при том, что здесь заводская тонировка Предусмотрена задней полусферы Как видите, вот это багажник То есть сиденье регулируется Вот так, вот так Может быть маленький багажник Может быть маломестный Ну, относительно как бы мало Для задних пассажиров То есть передний ряд сейчас почти отодвинут А задний ряд тут, ну вот допустим Вот максимально придвинут Также предусмотрен вот такой вот столик С подстаканничками С какими-то вот разъемчиками здесь Пазиками Что-то на японский написано Наверное, приятного аппетита Дверь задняя, она открывается еще и вот таким образом И вот так же она ловко закрывается Опа! Все это дело происходит с доводчиками Ну, в общем, максимальная фишка этого автомобиля Посмотрим багажничек Можно сказать, что он как бы и для вида Просто для вида Но, опять же, если подвинуть сиденье максимально вперед То какое-то пространство тут и будет Допустим Какой-то ящик я сюда ставил Что еще ставил? Особо я так ничего не ставил Я, если честно, мало вообще на машине езжу Если максимально отодвинуть назад сиденье То есть для того, чтобы у пассажиров Там можно было ногу на ногу закидывать То, конечно, да Здесь вот только бутылка пятилитровая Ну и то как бы Не знаю, может еще что-то влезет Может нет Посмотрим, что здесь у нас в багажнике еще хорошего Это уже дополнительный аксессуар Запаски здесь нету Здесь есть в комплекте вот компрессор Есть, значит, герметик Это домкрат То есть, по идее, этот компрессор и вот этот герметик Должен помочь, если шину проколол Можно как-то что-то там подсоединить И все это порешать Но на всякий случай я еще ввожу вот такой обычный наборчик Чтобы по старинке жгутик, если что, поставить Но ни разу, ни разу не было То есть я эту машину привез с Дальнего Востока Ни разу не было повода воспользоваться То есть заглянуть в этот сундучок Также сзади у нас вот такая есть климатическая установка То есть салон здесь очень большой Здесь, ну вот смотрите, я сижу Надо мной еще можно, не знаю, пару ондаторовых шапок можно поместить Теплое, респектабельное, солидное И все это без проблем, даже я не буду шоргаться Соответственно, здесь надо обдувать все это дело Ну и вот такой девайс присутствует Типа как вторая печка там или как Также ручки очень удобные Здесь есть крючок, что-нибудь можно повесить Вот смотрите, водительская часть Тоже вот такой коврик здесь Все родное, это на крючках Там номер кузова Регулировка сиденья Вот регулировочка идет Ну то есть это задняя подушка Вот это она выше, ниже Можно поднять или опустить Но это получается наклон спинки Это у нас кнопочки для Открытия дверей То есть вот я могу отсюда взять Нажать Открыть И закрыть Здесь есть система Остоп Машина глохнет на светофорах Она отключается То есть в принципе по городу это очень полезно Я уже говорил, на Хонде Инвагон тоже такая функция была И она иногда как бы не хочется, чтобы машина глохла И тебе приходится как-то Как-то не останавливаясь ездить, короче Вот дверная карта, конечно Конечно, по дизайну Вот я сейчас начинаю сравнивать С Хонде Инвагон Тут, конечно, уступает дизайн Внутренней отделки всей вот этой На Инвагоне это просто пушка Там несколько цветов Несколько материалов Кожа, рожа Все дела Кстати, всем привет из Сибири Сегодня у нас такая солнечная погода Ну, температура минус 6 градусов Чтобы понимали А что тут еще у нас есть? Значит, руль отделан кожей Это управление музыкой Бардачок выглядит у нас вот так Кстати, еще один бардачок есть Вот здесь Написано максимум 2 килограмма Также там подстаканники Это стеклоподъемники Все понятно Вот еще одни есть подстаканники Короче, здесь стаканов Можно много с собой брать И они все поместятся А, вот еще есть бардачок Если мы уже про них заговорили Типа как Газель-стайл такой Зеркало заднего вида Здесь монохромное Ой, или как оно Электрохромное То есть оно затемняется Когда сзади там слепят фарами Вот такая Это большая лопата такая То есть если В снегу где-то застрял Можно, наверное, откапываться Вот этой штуковиной Ну, зеркало самое обычное Но вот такой вот козырек Это просто жесть Также по обдуву Здесь и вперед На потолка дует Здесь подочечник Достаточно большой Кстати Ремни безопасности Вот регулируются Вверх-вниз Вот от японцев Пиропатрон этот Или как он Короче, хлопушка какая-то Которой можно пользоваться На случай экстренных ситуаций Ручник у нас ножной Вот как видите Здесь тоннель Есть небольшой Машина переднеприводная У меня, кстати Все отделано ковром Запускается машина Вот нажимаем тормоз И стартуем Магнитула вот такая Ниссановская Ну, они стандартные Вот эти идут Мультимедиа Кстати, вот здесь В бардачке есть Разъем под флешку Музыка Это, конечно, так себе Ну, то есть Здесь не кларион Ничего, как она здесь Не базе Простенько играет И играет Вот, обратите внимание Полный бак Была Заморгала лампочка Заправился на 1000 рублей Полный бак в кармане Здесь вот так Вот это все регулируется Направление воздуха Прикольная такая Значит, здесь панель управления В принципе, никаких лагов Не было замечено Все нормально работает Вот видите Вот видите Тетенькая даже говорит Подпишитесь на канал Поставьте лайк Не надо об этом забывать Здесь вот вроде как Пищалки есть Колонки здесь Потом сзади вон там В задних дверях Слайдерах нет колонок Стандартное вот освещение Ну и вот там И там вот сзади Освещение багажника Тоже есть Блин, вот такая маленькая машинка Показать-то есть Что, даже вот в багажнике Освещение не показал Ну как так При постановке на экрану Зеркала складываются автоматически Ну и их можно, то есть Принудительно сложить Так же, естественно Все регулируется Что тут еще хорошего Здесь вот крючок есть На который тоже можно Что-нибудь повесить Коробка передачная Здесь вариаторная На машине имеются Четыре камеры Обзора То есть вот, смотрите Почему-то вот на зеркалах На одном зеркале Почему-то то показывает Кто не показывает Не знаю, с чем это связано Может какие-то разные условия Не знаю Может тупо там Разъемчик какой-то отходит Ну короче, вот Задняя камера Вот она, вот она же На левом зеркале На переднем бампере И, собственно Вот здесь на правом зеркале Должна быть И вот так, если ты сдаешь Допустим, назад То есть у тебя видно Как типа вид сверху Также можно перенести Сюда эту камеру То есть вот она будет На зеркале А здесь будет Также музыка Показываться Можно отдельно Включить камеру Только вот Крупный план у нас будет Левое зеркало Да И задний ход Также если мы вперед Поедем То есть вот передняя камера У нас показывает Вот допустим Если начинать Подъезжать к сугробу То это как-то Вот так будет выглядеть Ну а этим еще Надо же и пользоваться Ё-моё Блин Я о том Как я сегодня Блин Приехал Неприятно Сугроб Магнитофончик этот У нас По-моему Открывается Меняется здесь Угол 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 наклона Я этим Один раз Воспользовался Поэтому сам Вот сейчас Это Воспользовался И забыл Да Вот она Моя флешка Вот это Здесь Опа Здесь еще Здесь Опа Здесь еще Что-то есть Так Вот это Моя флешка Вот она Транссенд На 16 гигов С музыкой Это что такое Это какая-то Тоже флешка Наверное С картами Блин ХЗ вообще У кого Такая Тачка Так А это у нас Сим-карта Что ли Японская Ё-моё Как тебе Достать В общем Здесь Надо маленькие Японские Ручки Наверное Иметь Чтобы Достать Но это Сим-карта Судя по всему Так Ладно Я сюда Еще Не Заглядывал Мофон Здесь Вот MP313DV То есть Если Загуглить Даже В том же Ютубе Вбить Тут можно И как На английский Язык Перевести И все Что можно С ней Сделать Все это Собственно Есть в интернете Здесь Еще Какая-то Полочка Есть И это По-моему Разъем Наверное Диагностический Какой-то Вот здесь Разъем Есть А вот Он Собственно У нас Розеточка Для Зарядки Гаджетов Это Это Открывается Бензобак Это Открывается Капот Вот Она Силовая Установка Акум В принципе Нормально Держит Ну То есть Были Морозы Там Минус 17 20 Максимум Ночью Там По заморозке Были Нормально Все Заводится Вот Еще Осенние Листочки Здесь У нас Места Значит Очень Много Места Вот Смотрите Дофигище Вообще То есть Вот Я Спокойно Туда Камеру Могу Просунуть Все Посмотреть Вот Здесь Можно Все Посмотреть И Также С другой Стороны Ну Тут Поменьше Места Но Тоже В общем Не сказать Что Этому Мотору Здесь Тесно Просто Есть Такие Машины Кейкары У которых Капота Вообще Нет У них Вот Так Сразу По Фарам У нас Здесь Значит Стоит Ксенон Здесь Цветодиодные Полосы Которые Красиво Горят В темноте Здесь У нас Значит Туманочки Есть В общем Это такая Комплектация Сколько Я вот Их Видел Самая Такая Заряженная То есть Здесь Все Вот Это Все Очень Красиво Смотрится Ну И Едешь Конечно Как Днем Все Это Светит Поворотники На Зеркалах Присутствуют Приборная Панель Здесь Немного Проще Чем Вообще Без Тахометра Даже Сделаны Вообще Максимально Аскетичные Есть Варианты Расход Топлива Здесь Километров На Литре Но Он Каждый Раз Сбрасывается То есть На ночь Поставил Машину Поехал Он С нуля Сбросился Тут У меня Пробег Минимальный Я Только Ее Прогрел Вот На Мойку Заехал И Вам Показывал Машину Поэтому Так По Расходу Наверное Это Горит Если Как Есть Не Как По Паспорту По Трассе Я Ехал Получается Где-то 5 5 Половины Вот Так Расход Туда Сюда Гулял По Меньше Пяти Было Показывало По Компьютеру Ориентировался То есть Как-то Так То есть Место Место Здесь Ну Тоже Смотрите Просто Нереально Притом Сидуха Здесь Максимально Сейчас У меня Поднята Вверх И Сиденье Кстати Переднее Оно Очень Удобное То есть Здесь Можно Вот Так Взять Припарковался Допустим И Это Не Экстремальная Ситуация Когда Ты Вот Так Отсюда Можно Выйти И Все Так же Потом Залезть То есть Вот Хоп И Подлокотничек Так Желегко Поднимает Отпускается Камеру Показать О Ё Ма Да Помыли Здесь Конечно Так Себе На Мойке Но За 150 Рублей За Это Спасибо Колеса Здесь Стоят Родные Пятнашки То есть Размер 165 На 55 На 15 Есть Запас Можно В принципе Чуть Чуть Может На 60 Высоту Побольше Сделать Потому Что Высоты Никогда Не Бывает Много В Наших Условиях Тем Более В Сибирских Также Что Хочется Отметить Это Внешний Дизайн Мне Он Очень Нравится И По С С Вагон Здесь Мне Кажется Колоссальное Преимущество Потому Что Там Какие Рубленные Такие Формы И Чуть Чуть Что Не Хватало Типа Как BMW Тройка Которая 2006 Года Или BMW X3 Который Первый Кузов Как Будто Специально Взяли И Чуть Подобрубили Дизайн Внешний И Сейчас Смотрится Со стороны Разворачивается Буквально Вот На одном Пятачке Но Машина У нас Нужна Для чего Для того Чтобы Ездить Соответственно Сейчас Прокатимся Расскажу О своих Впечатлениях Ну Как По Ходовой Части Тут Любая Дорога Сейчас Тестер Ходовой Части Конечно С Японии Машины Приходят В отличном Состоянии Вот Это Не может Не радовать Ай Блин Солнце Жестокое Вообще Сегодня Вот Сейчас Я максимально Отодвинуть Назад Вот При росте 180 Да Мне Честно Хочется Пододвинуться Где-то Чуть Я Пододвинулся Очень Далеко Располагается Вот Даже С трудом Я могу Дотянуться До Вот Этого До Верхнего Среза Лобового Стекла Не говоря Уже О панели Панель Такая Как стол Здесь Здесь И скатер Постелить Здесь Можно Просто Пир Устраивать Обзор У тачки Радует Это Такой Аквариум Ну Блин По дизайну Все равно Мне кажется Они Может потому Что это Моя машина Может потому Что я ее Выбрал Но Мне кажется Они сделали Очень Удачный Дизайн Именно Он Как-то Вроде Кейкар Вообще Изначально Это Машина Которая Ограничена В размерах В Японии Стандарт То есть 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 рамки Границы За которые Нельзя выходить И все равно Они как-то делают Их разными Одного размера Машина Вот это Рядом с ней Реально стоишь Особенно Возле задней части Возле кормы Она кажется Реально Больше Чем Инвагон Хотя По размеру По факту Рулеткой Замерить Один и тот же Будет Я имею ввиду Ширина И длина Автомобиля Сейчас Посмотрим На нее В деле Конечно Блин Ну реально Неприятный Сегодня Случай Произошел С этим бампером Хрен знает Что делать Сейчас Как-то Надо ехать Куда-то Ремонтировать Блин Не хочется Если честно Связываться С этим Но похоже Что придется Я предлагаю Сейчас прокатиться Не по Основной Автодороге Это понятно Тут хоть на чем Хоть на самокате Катайся Хоть на чем А по Так сказать Народным Тропам Проедет ли Эта машина Там или нет Здесь можно Срезать Так сказать Из одного Микрорайончика В другой И вот сейчас Посмотрим Как это у меня Получится Клиренс Стандартный Здесь 150 Миллиметров То есть 15 сантиметров Я говорю Можно чуть Чуть его Приподнять Бампер Кажется Вот таким Как бы Срубленным И достаточно Низким Но Если внимательно Ездить Не так Как я Сегодня Реально Просто взял И поехал Надо было Назад Чуть Дать До этого Я аккуратно Ездил Не знаю Что-то Слабанул Расслабляться В общем Нельзя Вот такие Здесь Перевальчики Туда Сюда Слева Направа Пока Нигде Не шоркнул Никаких Звуков Не было То есть Вот Видите Ну тут Если Траекторию В общем Правильно Выбирать И кстати По траектории У машины Очень узкая Колея И В основном Очень Можно Пользоваться Этим То есть Ехать Не в колее А ехать Как бы Сбоку Колеи Вот Допустим Видите Колея Но Здесь Конечно Так Ни о чем Колея Но Где-то По дворам Можно Этим Реально Пользоваться Тут Видите У нас Стройки Всякие Идут Что-то Какие-то Замороженные Объекты Кидалово Там Нормально Дома Построили То есть Где Как О Кстати Я по этой Дороге Раньше Ездил Друзья Про печку Про печку Скажу Так Ну Вот Она Стоит Как видите На максималке У меня Так Как У меня Маленькие Пробеги Я не знаю Если на ней Допустим Таксовать Или Как-то Ехать Там С работы Кто-то 30 км Ездит Возможно Тут Можно И на авто 23 Ставить Градуса Но Я При коротких Поездах Как я Вот так Включаю Ну Не сказать Что Прям Ташкент Но Как Видите То есть Ничего Запотевшего Здесь Не знаю Еще Опять То есть В минус 30 Я еще Не ездил Обязательно Если она Еще будет У меня В руках Если Не продам Машину Я сниму Как Она Будет Себя Вести В минус 30 Самому Интересно Будет Заводиться В лютые Морозы Не Будет Ну Непонятно Буду Сравнивать По этим Параметрам С другой Моей машиной Subaru Outback С мотором 2,5 литра В общем Сейчас Пока Такая Зима На лайте Можно Сказать Минус 6 градусов Солнечная Погода Офигенно Вот Такие Кейкар У нас Ездят По дорогам В том числе Но В основном Конечно Автопарк Вот Видите Такой Среднеразмерные Машины Седаны Хэтчбэки Кроссоверы Как тут Складываются Значит Седухи Вот Так Вот Как на Перегоне Я То есть Делал Я убирал Подголовник И Вот Такая Здесь Кроватка Получается Достаточно Вместительная Вот Хочу Вам Показать Как Выглядит Вся Эта Система Изнутри Вот Эти Салазки Все На которых Все это Ездит Жгут Проводов Вот Фишка Вон Этот Весь Механизм Когда Дверь Открыта Получается Она Закрывает Заднее Колесо А И Кстати Когда Открыт Бензобак Эта Дверь Не Открывается То есть Если Открыт Бензобак То Дверь Не Открывается С кнопки У Передних Дверей Тоже Есть Своя Фишка Они Открываются На 90 Градусах То есть Вот Можно Хоть Разбегу Залетать Забегать Вообще Как душе Угодно Так же И Водительская Стекол Очень Много У машины Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Десять Стекол Друзья Мои Про Динамику Тоже Стоит Отметить Потому Что В данном Автомобиле 49 лошадиных сил 0.7 Объем Напомню Три цилиндра На приборной панели Здесь есть Так скажем Индикатор Индикатор Расхода И вот Когда ты едешь Спокойно На Чили На Расслабоне Эти три лепесточки Горят У тебя Расход Как у Кейкара Все как Положено То есть По городу Я думаю В районе Семи литров Семь Восемь Может девять В зависимости От погоды От прогревов И так далее По трассе У тебя Соответственно В районе Пяти литров Но Стоит тебе Нажать Тапку В пол Когда эти Листики Все пропадают Твоя машина Превращается В Марк 2 Причем Все Салон Все остается Все то же самое У тебя Не появляется Плавность Хода От Марка 2 У тебя Только расход Это просто Жесть Вот так вот Мы заезжаем В гору На желтом Листике И потом На трех Зеленых Чилим Часто ли Приходится Нажимать В пол Но это На самом деле Зависит От стиля Вождения Если кто-то Любит Быстрее потока Ездить А я В принципе Люблю Потому что Это проще Безопаснее Чуть быстрее Потока Ездить Если на Хонде Инвагон Там 58 лошадей На 9 Больше Но там И крыша Ниже То есть Соответственно Машина Весит Меньше Динамика Там Ну Скажем так Небо и земля Если кнопку Икон Выключить Машина Просто пушка Гонка И вообще То есть Динамика Отличная То есть Я на ней Валял Так по всему Городу Просто Жесть Эта же машина Либо для тех Кто никуда Не спешит Ну либо Часто приходится В тапку В пол Нажимать Сами выбирайте Просто есть Замечательный Аналог Вот этой машины От Хонды Это Хонда Инбокс Ее советуют Брать Только турбовую Это уже 64 Кажется Лошади Опять же Это все Ограничено На законодательном Уровне В Японии Поэтому Именно Вот 64 Максимум Делают Турбо И атмосферник Максимум 58 Лошадей Но там Инбокс Это совершенно Другие деньги То есть За сколько Эту машину Можно купить Инбокс Аналогичного Года выпуска Аналогичные Там Примерно Там Плюс-минус Комплектации Ну минимум 100 тысяч рублей Сразу вверх Хотя по сути Ну Все так же Все так же Будет у вас В общем Покатался На этой машине Достаточно По трассе Покатался Немного По городу Так В принципе Посмотрел Такой прикольный Маленький Гаджет К которому Там Подходит На заправках Спрашивают На мойках Начинают Фотографировать Там И в принципе Она практичная Машина Но опять же В минус 30 Я еще не проверял Если я еще буду Ей владеть Обязательно Вам все покажу Так же Если что-то забыл Я же говорю Я не профессиональный Там обзорчик Это все вам расскажу Обязательно Пишите в комментариях Если появились Какие-то вопросы И постоянные зрители Моего канала Конечно же знают Что я король Перегона Я значит На машинке Покатался Свои эмоции Получил Я ее буду продавать Если что Пацаны Могу пригнать Без проблем Обращайтесь В инстаграм Можете в личку писать Всем большое спасибо Что смотрели это видео Всем желаю Большой удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok